В местечке Коконат Крик, что рядом с городком Пампана Бич во Флориде, находится волшебный мир бабочек, посетить который будет интересно и детям и взрослым, особенно если вы всегда с восторгом и трепетом смотрите на какую-нибудь пролетающую бабочку. Баттерфля Волк – это прекрасный пример, как хобби одного человека становится достаточно прибыльным бизнесом. Так, увлечение мальчика из Линойса, родившегося в семье голландских иммигрантов, выросло в большой парк, на территории которого сегодня расположен большой вольер с порхающими бабочками, ботанические сады, ферма по разведению бабочек и исследовательский центр, вольеры с птицами, музей бабочек и инсектариум. Флоридский мир бабочек – это самый крупный в мире парк живых бабочек из всех существующих. Только подумайте, здесь обитает более 20 тысяч живых бабочек. Роль парка не только развлекательная. Местные специалисты постоянно работают над сохранением каких-нибудь исчезающих видов чешуекрылых, ну то есть бабочек. Вольеры с бабочками – это место, где забываешь обо всем. Играет симфоническая музыка, летают бабочки разных размеров и расцветки. Из-за высокой влажности в вольере создается полное ощущение, что ты где-то в тропических джунглях. Звуки струящейся воды в фонтанах и водопадах, лабиринты висячих садов, подвесные мосты – ты сразу отключаешься от того мира, который находится за пределами парка. Только и делаешь, что вертишь головой по сторонам, охаешь, ахаешь от вида прекрасных бабочек и стараешься поймать их в кадр. Стать свидетелем того, как бабочки появляются на свет, можно, увидев весь процесс через теплоисследовательской лаборатории. Тут тебе и куколки, и гусеницы разных форм и расцветок – полный комплект. Кроме бабочек здесь обитают и калибри – невероятно симпатичные крохи, увидеть которых я мечтал с самого детства, когда разглядывал их в своей красочной детской энциклопедии. Сделать их фото порой не так просто, но если знать, что эти птички зацикленно выполняют одно и то же действие несколько раз, то их легко подловить там же, откуда они только что упорхнули. В соседних вольерах летают птички покрупнее, тут и там мигая яркими огоньками своих цветов среди сочной зелени. Имеется в парке инсектарий, где обитают жуки, скорпионы, кивсяки, пауки и кузнечики. Ну, это, конечно, на любителя. Есть и богатый музей с удивительными образцами бабочек со всего света. Глаз не оторвать от красоты, но, честно говоря, сразу возникает спорное чувство. Только что видел, как бабочки порхали себе беззаботно среди тропической зелени, а тут на тебе приколотый гвоздиком к стене. Хотя, помню, такие стенды были у меня самыми любимыми в краеведческом музее моего города. Если устали гоняться за бабочками и оглохли от щебетания птиц, можно релакснуть в оранжерее с экзотическими цветами. Тихо, спокойно, пялишься на какой-нибудь красивейший цветок и пребываешь в полном дзене. Не забудьте навестить попугаев Ара. Возможно, вам даже повезет с ними пообщаться. Ну, если, конечно, они не будут заняты своими важными делами. Если с Арами не получилось, не расстраивайтесь и отправляйтесь к попугаям Лори. Они-то всегда рады устроить перед зрителями какой-нибудь забавный выкидон. Удачи! Что такое все? Удачи! 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что за идиот? За пару баксов можно купить какую-то специальную бормотуху и покормить их с рук. Очень увлекательное мероприятие, крайне рекомендую. В общем, мир бабочек – это отличное место для прогулок, удачно сочетающее в себе возможность расслабленно отдохнуть и узнать все что-то новое. В любом случае положительные эмоции обеспечены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова